Я знаю, что сейчас многим, может, не понравится моя идея, но я ее все равно выскажу. Тогда есть Макдональдс, и тогда есть Оля. Сегодня записываем такой необычный для нас влог выходного дня. Вот, мне пишет тележурналист с первого канала. Всегда дорога дальняя с детьми, это определенный челлендж. Дэни, скажи всем привет. Привет, друзья. Да, сегодня записываем такой необычный для нас влог выходного дня. Вот, мы с Дэниелом отправляемся куда? На Маунстер-чурк-шоу в Викторию. Да, мы едем с ним вдвоем в Викторию, у нас такой мужской день будет. Едем на Монстер-трак-шоу, посмотрим, что это такое. Мы первый раз, мы там еще никогда не были. Это будет Виктория, сегодня суббота. Дэниел с утра уже успел... Поплавать. Поплавать, потренироваться, молодец, сделал тренировочку. Я не сделал тренировочку, но все равно мы едем, проведем классный день. Сегодня солнечный день, достаточно тепло, Виктория тоже будет хорошо. Так что, вперед! Увидимся! Продолжение следует... Знает, что всегда дорога дальняя с детьми, это определенный челлендж. Потому что детям очень быстро, становится скучно, они съедают всю еду и так далее. Дэни, какое ты себе придумал развлечение в этот раз? Посчитать, сколько у меня и сколько я электрических машин вижу. Электрических машин? Да. Сколько ты в итоге насчитал? Уже 103. 103? Да. Вау! Какие чаще всего встречались? Тесла. Тесла. Понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот мы доехали в Викторию. Должен отметить, что дорога из на найму Виктория, это примерно там 120-130 километров, и это примерно полтора часа ехать. Ну, может быть, чуть больше, час 45 даже, если до центра Виктории. И у меня каждый раз, когда я езжу по этой дороге, просто получаю огромное удовольствие. Потому что вроде это хайвей, с одной стороны, очень безопасный, широкий, хороший. Но с другой стороны, он проходит через разные города, и скорость замедляется. И, в общем, ты не в такой спешке, едешь себе спокойно. И очень красиво, очень часто видно океан, очень часто справа у тебя, допустим, или слева будут скалы, по которым стекают маленькие водопадики сейчас. В общем, красота, конечно, особенно в солнечный день. Вот, можно останавливаться на разных вьюпоинтах, смотреть очень красивые места. Короче, если будете в этих краях, то советую проехаться не спеша по дороге из на найму в Викторию. Вот, и просто получить удовольствие. Для меня, особенно, как человека, который просто обожает ездить за рулем и водить машину на долгих расстояниях, это просто, конечно, кайф каждый раз. Поэтому такая вот поездка в Викторию, сама дорога вот это добавляет еще такого, какой-то интереса к этому всему путешествию. Как Данил сказал в начале этого видео, мы приехали в Викторию специально на Monster Truck Show. Мы никогда еще не были на таком шоу, интересно посмотреть. Кстати, здесь очень много детей. Вот, сейчас посмотрим, как все будет проходить. Вот, сейчас посмотрим, как все будет проходить. Вот, сейчас посмотрим, как все будет проходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дэнни, ну как тебе? ПОМРАИЛОСЬ! Крутое шоу? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наушники для себя и для детей, шумоподавляюще, потому что очень громко, очень громко, и это прям обязательно нужно. Так, ну на монстр трак-шоу детские развлечения не заканчиваются, и мы с Данилом приехали в другое его любимое место, Виктории, которое называется... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что, когда у нас у ребенка выходной, тогда есть Макдональдс, и тогда есть Оля. Кто знает Олю? Поднимите руку. Оля. Я. А кто еще не знает Олю? Оля, иди сюда. А кто еще не знает Олю, я очень рекомендую подписаться и на Инстаграм, и самое главное, на Ютуб, потому что Оля просто, как это сказать, великолепно говорит на украинском языке. Чудовую украинскую мову. Оля и так еще аж... Сижу, это был прекрасный чьего украинского мову. Заслухать здесь можно. Вот, поэтому советую, рекомендую. Ссылка есть под этим видео. Переходите. Оля много рассказывает реально полезных информаций о жизни в Канаде, чем когда-то занимался я, но уже не занимаюсь. А Оля это делает. Пока еще. Успейте, пока я еще не перегорела, как ты Да, да, поэтому рекомендую Ну а мы с ней просто встретились пообщаться Мы дружим, общаемся, очень приятно Делимся новостями Вот, вот, а у меня к тебе вопрос Давай Я вчера нашла Я первая, те кто не знает, я первая написала Глебу когда-то, я через твои видео Вообще влюблялась в Канаду Я смотрела твои видео, мы когда только приняли решение Про миграцию, я нашла твои видео Я Я нашла твои видео, я тебе тогда написала сообщение Что типа, класс, все так структурно Супер, мне так все нравится И с тех пор вот мы там общаемся Как ты думаешь, какой это был год? Я нашла сообщение Это мы в мессенджере, да, переписывались Но это был 2017 или 2018 16 Мы общаемся с ноября 2016 года Потому что когда Оля мне написала в мессенджер Я вижу Оля Тележурналист Первый канал Или что-то такое Один плюс один Едем дальше домой Ну а сейчас мы покушаем И скоро будем тоже направляться домой А кстати друзья, хочу поделиться с вами таким наблюдением Можно даже сказать откровением Я знаю, что сейчас Многим может Не понравится моя идея Но я ее все равно выскажу Идея состоит в том, что я Кстати, замечал уже несколько раз Когда я приезжал в Ванкувер И когда я вот сейчас был в Виктории В том числе И мы были на достаточно таком простом Забытии, да, то есть это Монстр трак-шоу Многие с детьми Такое семейное Развлекательное мероприятие В общем, ничего такого фэнси Крутого Модного И гламурного Но Что я заметил Вот разница между Допустим Нанайма Небольшим городком Можно сказать Таким провинциальным Провинциальным, да И более крупными городами Как Виктория Или Ванкувер Это то, что люди В крупных городах Выглядят намного Более привлекательно Особенно девушки Женщины, да Выглядят намного лучше Вот просто приятнее Смотреть на этих людей Здесь я должен Важную сказать вещь Я не хочу сказать Что я какой-то там Я не знаю Шмоточник Или для меня Это самое главное И критичное Как я вообще оцениваю людей Хотя И по этому тоже Критерию я оцениваю Да Но для меня это не является Первоначальной оценкой Но тем не менее Просто вот у меня Есть такое ощущение Что это мое личное Абсолютное Ну кто-то может Не соглашаться Я просто делюсь тем Что мне нравится Нравится просто смотреть На ухоженных Опрятных Симпатично Выглядящих Приятно выглядящих людей Да Опять же Не говорю Что там должна быть Какая-то крутая одежда От брендов Там я не знаю Супер дорогая Или что-то там Очень фэнси Такое гламурное Просто должна быть Хорошая аккуратная одежда И вот это На найма Кстати Очень часто Ты не встретишь То есть куда-то Ты не пойдешь Даже на какое-то Хорошее мероприятие Или в ресторан Или в кино Или на какой-то концерт Да Очень часто Люди одеты Очень просто И Ну откровенно говоря Даже безвкусно И Ну как бы Небрежно Вот так можно сказать Опять же Это не значит Что Все должны Там одеваться И Многие скажут Вот это твой Менталитет Еще и совка Что якобы В Канаде В Северной Америке Люди не уделяют Этому внимания Для них это не важно Я соглашусь Что для многих Это не важно По ним это как раз И видно Да Но я считаю Что просто нормально Чистоплотно Опрятно Красиво Симпатично Выглядеть Не мешает никому И это не значит Что это должно быть Целью жизни На мой взгляд Это просто Это в том числе И говорит о людях Да То есть Если они Аккуратно Красиво Выглядят Значит они Заботятся о себе Им Не важно Может быть Что они Другие думают Но им Наверное важно То что они Про себя думают Вот Но опять же Это просто Мое такое наблюдение Что вот Виктория Допустим Приятнее Находиться В этом плане Опять же Мое личное Еще раз Это скажу Не ругайте меня Хотя можете Поругать Если хотите Может быть Мне что-то Возразите It's ok Но вот Мое такое наблюдение Возможно Оно будет полезно Тем Кто выбирает Для себя Место жительства Для кого Возможно Вот есть Вот такой вот Пунктик Как у меня Или такой вот Таракан в голове Который сидит Вот Но вот Вот так вот делюсь Может быть Кому-то Это будет полезно знать Так Так ну что Вот наш такой вот Выходных Это конечно Дома Дела Всякие Заботы Спорт Мы конечно Стараемся Благодаря тому Что у нас Теплая достаточно Зима Всегда плюсовая Температура Практически На острове Мы стараемся Каждые выходные Куда-то всей семьей Выйти Или ну К океану погулять Или какой-то Небольшой хайк Сделать Или в общем Каким-то спортом Позаниматься Стараемся держаться Вот в таком Активном состоянии Нам это очень нравится Потому что дома Когда долго сидишь Закисаешь И все эти домашние дела Иногда хочется Просто от них уйти Вот я надеюсь Что это не только у нас Так у многих Тоже Денис Скажи ты Как тебе понравился Сегодняшний день Что тебе Что тебе понравилось Мне все понравилось Можно так сказать Ну А больше всего Больше всего Я думаю Флайн сквел Ага Трамплины Да Понятно Ну окей Тогда будем заканчивать На этом Спасибо что посмотрели Что были с нами И до скорой встречи Увидимся в следующем видео Пока Ааааааааа